Во время очередного заседания Законодательного собрания региона скорректировали бюджет края на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. По словам первого вице-губернатора, общая сумма доходов на текущий год увеличена на 4,5 миллиарда рублей. Ветеринария – 59 миллионов рублей, возмещение собственникам стоимости продуктов животноводства и животных, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней. И за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета 190 миллионов мы предлагаем Министерству транспорта 153 миллиона на восстановление автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений, которые были разрушены при ЧАЭС. И Министерству здравоохранения 37,9 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования. На заседании Законодательного собрания приняли и дополнительные меры поддержки семей, в которых растет ребенок с инвалидностью. Мы вносим следующие поправки. Мы предоставляем право регионального материнского капитала на третьего ребенка брать 20 тысяч на нужды, которые семья со счет нужным. Мы просто дадим им это право 20 тысяч получать из регионального материнского капитала. Вторая поправка. Мы будем компенсировать из регионального материнского капитала затраты, которые несет семья с ребенком-инвалидом на оздоровление. Третья поправка касается того, что мы предлагаем 10%, если средство отстаётся от материнского капитала, то эти деньги в беззаявительном порядке перечислять на счета граждан. И четвёртая поправка – деньги, которые предназначены на расходование оригинального материнского капитала, можно будет тратить, начиная с первого дня рождения ребёнка. Также Светлана Красицкая представила корректировки в краевой закон о транспортном налоге. Это законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога супругов погибших или умерших участников СВО на одну автомашину мощностью легковую автомашину или грузовой автомобиль мощностью не свыше 150 лошадиных сил или автобус мощностью не свыше 200 лошадиных сил. Отметим, депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли предлагаемые поправки единогласно. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.